Я хотел как раз Почитать какую-то проповедь По поводу первой книги царств Девятую главу по поводу Саул И посмотрим Как Святой Дух По-моему действовал И не меньше действует в нашей жизни Не особо чудесным образом Но все равно Духа Божия Безусловно действует в нашей жизни Давайте тогда помолимся Отче, обращаемся к Тебе Во имя Иисуса Отче, мы Тебе любим И поищем Близкое Приближаться к Тебе Близкое отношение с Тобой И с Иисусом Открой, Отче, в наших глазах Чтобы мы поняли, как речь идет для нас И Злова И, Отче, прибудь с нами В нашем сердце Чтобы мы позволяли Твой Дух Действовать в полне И пусть мы не будем так, как Саул Который начинал Довольно хорошо И потом отошел от Тебе Отче, прибудь с нами Чтобы это не дали Отче, чтобы это случилось и с нами А пусть мы будем держаться до конца И, Отче, прибудь с теми Которые начинали тот путь И отошли от этого Благослови, Отче, в наших намерениях Завтра Бог даст покрестить людей Пусть они будут держать на этом путь И не смотреть ни направо, ни налево А только прямо к Тебе Отче, тогда прибудь с нами Во имя Иисуса Аминь Аминь Ладно Восьмую главу Прошлую неделю изучали Как Израил хотели иметь человеческий цар Царя И Это, конечно, обидно Потому что Бог был царем Израильева Не Бог сказал Хорошо, я дам Вам царь Мы читаем Что Бог выбрал Саул Несколько раз мы об этом прочитаем И здесь в этом главе 9 Понятно, что Бог выбрал Саул И не человека Ну и тоже написано, что Израил выбрал Саул Каким образом Будем читать сейчас Как Безусловно, Бог выбрал Саул И не Израил Значит, что Бог Предсмотрел Он предвидел И представил И правильно представил Как они Хотели бы Что они хотели Какой-то Симпатичный Молодой Мощный Молодой человек Вот И Бог это понял И хорошо Он выбрал для них Именно То, что они хотели бы Если у них был бы выбор Они, безусловно Выбрали бы Саула Значит, что Бог даст человеку То, что человек на самом деле Желает И Прич По поводу Заблудным сыном Помните Как Отец Который представил Бога Как Бог дал Тот Сын То, что он хотел Хотя Он предстоит То, что было бы Значит, что Бог В конце концов Даст человеку Его Самое главное Желание И если Тот желание У нас Это единственное Что я хочу Я хочу Попасть в Царствие Божие То это Случилось Это получается А если Наши желания Ну да Как-то Да Я не против Но Всем сердцем Нет Нет Если Только желаем Как-то Существовать На этом На этом Свете Как-то Жить по-нормальному И так далее Денег Да И отпуск И это Да И такое Ну Хорошо Бог даст То, что Ты хочешь Потому что Если это Самое главное Ты получаешь От Бога Итак Саул Почитаем Первая книга Царства Девятая Был мне кто Из сынов Вениамина Имя его Кис И вот В втором стихе У него был сын Имя его Саул Молодой И красивый Да Именно то Что Израил Хотели Не хотели Такой Хороший Скромный Человек Как Самуил Нет Хотели Молодой И красивый Молодой Человек И не было Никого Израильтян Красивее Его Он от плеч Своих Был Вище Всего Народа Значит Что Его Голова Как-то Вище Вище Всего Народа Бог Предвидел В этом Законе 17 главу Что они Хотели бы Иметь цар И он сказал Что когда Время будет Когда Вы хотите Царя Вам Надо Выбрать Такой Человек Который Не Вище Не Вище Своего Братья И чтобы Его Его Дух Его Ум Можно Сказать Не Поднялся Вище Его Братья А тот Человек Сразу Его Ум Его Голову Его Сердце Потому что В Библии Сердце Означает Ум Мышление Его Сердце Вище Всего Народа Это Подозрительно Хотя Мы будем Скоро всего Видеть Что Бог Как-то Не наставлял Саула Чтобы Попасть Чтобы Он не Получился Нет Потому что Бог хочет Спасения Каждого Человека В том числе И Саул И так После этого Собрания Мы сможем Наверное Немножко Об этом Дискутировать Если Бог Так делает Если он Специально Вот Как-то Заставлял Саула Чтобы У него Вибора Нет Кроме Как-то Грешить И быть Не тот Человек Я считаю Что Нет Бог Это Не хотел Абсолютно Не хотел И Ну В этом Стихе И пропали Ослицы У Киса Отца Саула И сказал Кис Саулу Сыну Своему Возьми Собою Одного Из слуг Встань Пойди Поищи Ослиц И прошел Он Гору Эфремову И прошел Землю Шалишу Но не Нашли И прошли Землю Шалим И там Их Нет И прошел Он Землю Вениаминову И не Нашли Когда 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 Они Саула 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 Мы понимаем Саула Он Он Будет Снять От Вас Ваши Ослиц Вот И мы Встречаем Сау Который Очень Дуже Любит Ослиц Вот И Мы Здесь Видим Как И Кстати Самуэл Дальше Когда он Стоял Перед Израилом Сказал Скажи Если я Украл От вас Даже Ослиц И они Сказали Нет Ты Ничего Не Украл От нас Итак Тот Саул Видимо Не Духовный Человек Он Не Знал По Поводу Самуэл Он Не Знал Что Он Редом И Тем Более Он Представил Что Ой Он Человек Божий Без Подарка Нам Нельзя Как К Нему Прочитали Как Самуэл Дел Как Кру Посещал В разных Городах Дел Как Богослужение Для Им Очень Вряд Самуэл Такой Который Требовал Серебра Если Ты Хочешь Встречи С ним Вряд Ли Он Сказал Да Нет Только При Подарке Нет Самуэл Сам Сказал Я Не Брал От вас Никакого Подарки Ничего Я Не Требовал От вас И Все Израил Сказали Да Правильно Ты Ничего Не Требовал Значит Что Саул Не Знал Самуэл И Дальше Мы Будем Прочитать Что Когда Он Встречался Первый Раз Самуэла Он Ему Не Узнавал Он Сказал Извиняюсь Я Поищу Самуэл Где Он И Самуэл Сказал Вот Это Я Значит Когда Самуэл Щел Его Круг Объясняя Слово Божие Делать Богослужение Саул Никогда Не Явился Туда Тем Более Самуэл Жил В Рамах И Саул Жил Гивия Гивия Саулский Как Называется Это Совсем Недалеко Это Почти Соседние Можно Сказать Города Или Селе Даже И Он Вообще Не Интересовался Раньше Боги Кажется Самуэл И Так Далее И Тем Более Он Как Защел К Самуэлу Ну Так Как Самуэл Будет Как Догадать Не Как Человек Божий Ну В Смысле Пророк А Если Он Будет Догадать Что Куда Эти Ослиц Очень Странно Что Мы Им Не Нашли Итак И Сказал Десятым И Сказал Саул Слуги Своему Хорошо Ты Говоришь Пойдем Пошли В город Где Человек Божий Когда Они Поднимались Вех В город То Вы Стретили Девиц Пишечих Черпать Воду И Сказали Им Есть Здесь Прозорливец Прозорливец То Это Пять Не Совсем Так Как Саул Понял Что Самуил Человек Божий Что Он Прозорливец Как-то Прополагается Что Он Хотел Догадать В принципе Что Случилось С моими Животными Девочки Отвечали Ими Сказали Есть Вот Он Впереди Тебе Только Поспеши Ибо Он Сегодня Пришел В город Потому Что Сегодня У народа Жертвоприношений На Весоте Ну Это Вроде Праздник Это Еврайский Праздник А Саул Совсем Не В курсе Об Это Нерелигиозный Человек Недуховный Человек Девочки Девочки Продолжали Тринадцатом Стихе Когда Придете В город Застанете Его Пока Он Еще Не Пошел На Ту Весоту На Обед Ибо Народ Не Начнет Есть Так Коль Он Не Придет Потому Что Он Благословит Жертву И После Того Старут Есть Звание Итак Ступайте Теперь Еще Застанете Его И Это Интересно Что Очень Много Случайностей Мы Знаем Что Случайностей Не Бывают Случайностей Не Бывают Во Первых Получается Что Саул Недалека От Самуила И Это Случайно Как Сказать Случайности Что Случайно Это Праздник И Случайно Самуил Был В Этому Городе И Случайно Что Его Слуг Об Этому Знал Саул Сам Об Этому Не Знал Случайно Что У Этого Слюга Был Какой-то Деньги Коста Какой-то Монет Чтобы Дать Самуил Потому Что Если У Этого Слуга Не Был 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 Саул Не Зашел Потому Что Он Понял Что Обязательно Надо Какой-то Денег Платить Если Тех Человек Божий И Они Случайно Встречались С этими Девочками А мы Знаем Что Случайности Не Бывают Это Видимо От Бога Это Только От Бога Это Бог Который Выбрал Саул Понятно И Это Значит Что Бог Как-то Поискал Саул И Нашел Его А Саул На Поиск Ослиц Которые Исчезли И Вот Видите Звание Божие Человек Вообще Не Интересует Он Ходит Совсем По Другому Сторону По Другому Дорогу А Бог Тебе Поищет То Он Он Нашел Ослиц Саул Не Нашел Сво Ослиц Но Бог Ему Нашел И Помните Как Симон Который Носил Крест За Иисусом Тоже Случайно Убивал Там Восле Голгофа И Римские Солдаты Сказали Иди Сюда Возьми Его Крест Это Пока Учеников Были На Работе Своих Рыбалов Именно Так Когда Они На тот Момент Пока Они Бросили Сетки На Море Вот Иисус Явился И дал Им Звание Приключение Ходить За Ним И Это Действие Божие Безусловно Бог Хотел Саул И Родис Самуил После Того Что Бог Сказал Ему Ну Хорошо Я Адам Цар И Ты Будешь Помазить Какой-то Человек Из Вениамина Как Царем Израильев Конечно Самуил Думал бы А кто Это Наверное Он Наверное Это Наверное Это И Вот Видите Тут Рука Божья Тут Гораздо Вище И Сильнее Человека Рука Божья Итак Ну Бог Хотел Показать Что Ты Будешь Сейчас Найти Вот Самуил И Я Тебе Нашел И Так Есть В нашей Жизни И Мы Будем Видеть Как Бог Дальше Дал Его Дух Чтобы Трансформировать Сауну То Что Интересно Что Он Не был Духовным Человеком Он Был Просто Там Вообще Не Интересовался И Смотря Обратно В Нашей Жизни Очень Много Таких Людей Которые Бог Выбрал Которые Тоже Не Туда Зашел Они В Духовности Вообще Не Интересовались А Вот Бог Пришел И Им Нашел И Это Его Милость Это Его Благодать Итак Девочки Сказали Вот Когда Придете В Город И У Города Вот Так Стены Когда Придете В Город Застанете Его Пока Он Еще Не Пошел Ладно 14 И Пошли Они В Город Когда Вошли В Средину Города То Вот И Самуил Выходит На Встречу Им Чтобы Идти На Висоту Опять Это Не Случайно Хотя Кажется Это Случайность Нет А Господь Открыл Самуила За День До Прихода Саула И Сказал Завтра В Это Время Я Пришлю К Тебе Человека Из Земли Вениаминов 18 И Подошел Саул К Самуилу В Вратах И Спросил Его Скажи Мне Где Дом Прозорливца И Отвечал Самуил Саул И Сказал Я Прозорливец Иди Впереди Мне На Висоту Значит Саул Ему Не Узнавал Потому Что Он Вообще Не Интересовался Самуил Молодец Шел На Круг Посещал Разных Городах Вот Изучать Слово Божье И Жил Совсем Недалеко Саула Они Незнакомы Саул Просто Занимался Вот Его Дела На Ферме И Так Далее Так Девятнадцатом стихе Нам надо Чуть-чуть Перевод Посмотреть Отвечал Самуил Вы будете Обедить Со Мною Сегодня Отпущу Тебе Утром И Все Что У Тебе На Сердце Скажу Тебе Мы Сможем Неправильно Толковать Что И Все Что У Тебе На Сердце Скажу Тебе Это Как-то Утром Это Завтра Утром Я Скажу Тебе Нет Я Думаю Что Надо Точка Ставить Я Отпущу Тебе Утром Точка И Все Прямо Сейчас Потому Что Завтра Мы Не Читаем Ничего Подобного Что Самуил Рассказал Сауну По поводу То Что В Сердце Саула Он Просто Дал Его Некоторые Заповеди И Все И Все Начинаем Новое Предложение И Все Что У Тебе На Сердце Скажу Тебе Вот Об Ослицах Которые У Тебе Пропали Уже Три Дня Не Заботься Они Нашлись Не Заботься На Евральском Значит Ну Твое Сердце Об этом Не Должен Быть Полным Об этом Твое Сердце Не Должен Быть Полным По поводу Ослиц Об Ослицах Не Думайте В сердце Они Нашлись И Кому Все Вожделения В Израиле Не Тебе И Всему Дому Отца Твоего То То есть Он Имел Ввиду Саул Я Скажу Тебе То Что У Тебе На Сердце И Это Только И Только Об Ослицах Я Хочу Чтобы Ты Будешь Сердцем Не Так Думать По Поводу Материал Вещи Не Так Думать Сердце Должен Будь Сосредоточен На Царстве Потому Что Ты Будешь Цар То Надо Сейчас Не Думать В сердце По поводу Ослица По поводу Материал А по поводу Царствия И Когда Дальше Будем Читать Что Бог Дал Саул Его Святой Дух Это Я Понимаю Так Что Он Помог Саул Думать И Мыслить По Другому Саул К сожалению Не Дрежался На Этому Но Это Действие Святой Духа Это Не Особо Чудесы Это Как Мы Думаем Сердце И Саул В принципе Не Хотел Он Сказал Я В 21 Стихе Что Я Только Из Вениамина Самый Маленький От Колен Израильевых Вот И Семья Моя И Маленький Между Всеми Племенями Калена Ганеминова К чему Ты Говоришь Мне Это То То Он Это Не Хотел Так Как Представьте Когда Допустим У тебе Было 15 Лет 20 Лет Если Бог Пришел Бы К тебе И Сказал Я Хочу Ты Олег Женя Юра Я Тебе Хочу В моем Царстве Я Хочу Тебе Трансформировать Вполне Я Не Знаю Как Вы Были Когда Подростников Или 20 Лет Я Не Знаю Но Очень Много Людей Сказали Да Нет Почему Ты Говоришь Мне Это Мне Не Интересно А Факт Того Что Бог Нам Вибрал Так Как Он Дел Сауном Это Значит Что Его Дух Мог Бы Совсем Развернуть Человека Вполне Это Сил Его Дух В смысле Психологические Плани Взял Самуила 22 Саула И Слуга Его И Вывел Их В комнату Дал Им Первое Место Между Зваными И Он Сказал Повару 23 Стихе В принципе Подай ему Самая Лучшая Часть Животных И Они Кушали Вместе И Это Я понимаю Это Знак Что Ты Как-то Самый Главный Гост Есть По-моему То же Самое На Последний Вечер Когда Написано Что Иисус Дал Иуду Искариоту Кое-что Не Совсем Понятно Что И Когда Иуда Это Получал Он Вышел И И И И И И Писал Что Это Было Ночи Вышел В темноте Я Думаю Что Даже Во Время Преломнения Хлеба Последний Вечер Иисус Показал Иуду Искариоту Что Ты Самый Возлюблен Гост Для Меня Я Так Понимаю Если Я Был бы Иисус Я Думал Ты Иуду Искариот Ты Вообще Самый Страшный Человек На этом Свете Наоборот У него Такое Желание Чтобы Иуду Искариот Так Не Делал Это Когда Иуду Искариот По-моему Это Самая Хорошая Часть Животная Получала Иисуса И Понял Что Он Очень Не Любит Он Вишел И Было Темное Вышел В темноте С Нами Также Есть Во время Преномнения Хлеба Мы Видим Что У Иисуса Есть Какая-то Специальная Любви Именно Ко Я Знаю Что Именно К тебе Тоже К тебе Тоже Ко Мне Вот И Это Делается Человек Ну Как-то Выбрать А Что Либо Я Это Воспринимаю Всем Сердцем Его Любви Или Вообще Я Ухожу В Темноте И Так И Есть Поэтому Во время Преномнения Хлеба Павел Правильно Писал Что Пусть Человек Сам Себе Испытывает Потому Что Здесь Мы Видим Тот Специально Любвик Ладно Самуил Тогда Разговаривал С Саулем На кровле И Утром Он Проводил Саула Ладно Давайте Десятая Глава Посмотрим Первый Стих Взял Самуил Сосуд С Илеем И Вилил На голову Его И Поцеловал Его Значит Это Был Символ Духа Божий Об этом Дальше Будем Прочитать И Что Да Через Дух Бог Хотел Радикально Трансформировать Тот Мирской Человек Тот Плотской Человек Саул Интересно Что Поцеловал Его У меня Сущение Что У Самуила Была Особа Любви К Саул Здесь Он Ему Поцеловал И Когда Саул Отошел От Бога Самуил Плахал Горки Плахал Перед Богом У меня Сущение Что Он Любил Саула Почему Потому что Он Видел Что У тот Человека Есть Потенциал И Все Тех Пророчеств Которые Он Дал Израилу Что Если У вас Было Царя Вот Он Будет Такой 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 Все Пророчеств Имели бы Я сказал бы Только Потенциал Исполнение Это Необязательно Что Он Исполнился Потому что Если Это Обязательно Это Значило Что У Саула Не Было Бибра У Саула Только Бог Как-то Заставлял Ему Вот Так Быть А Нет Бог Это Не Хотел Это Поэтому Такое Грустное И Тяжело Для Самуила Тем Более Бог Как-то Выбрал Саул Заместить Самуила Если Я Был Самуил Я Думал А Что У Мне Все Квалификации Есть Зачем Я Не Могу Быть Царем Если Так Ну Я Выстучаю Все Квалификации У Мне Все Есть Я Духовный Я Серьезный Человек Я Библию Знаю Я Люблю Бога У Мини Весь Жизнь Опыт Об этом Бог Выбрал Тот Саул Который Вообще Не Духовный Человек Это Знак По-моему Смирения И Кростость Самуила И Что Он Делал Именно То Что Бог Хотел И Помазал Саул И Не Только Саул Помазал А Видимо Поцеловал Его Как Любил Тот Человек Как Иван Крест Тел Что Да Нет Это Не Я Это Иисус Итак В втором Стихе Когда Ты Теперь Пойдешь От Меня То Выстретишь Двух Человек Близ Гроба Рахили На Пределах Вениаминов В Целцах И Они Скажут Тебе Нашли Сослицы Которых Ты Ходил Искать И Вот Отец Твой Забив Ослицах Беспокоится У вас Скажет Что С Сыном Моим Если На Карте Смотришь Где Гроб Рахила Это Возле Вифлеима Где Иисус Родился И Это Совсем Не По Пути Это Не По Пути Для Сау Вернется Домой Гивия Это Не По Пути Значит Самуил Как-то Дал Им Такой Что Тебе Не Надо Прямо Домой Надо К Этому Гроб Рахили Это Как-то Не По Пути Но Молодец Что Он Был Послушный Он Был Послушный Сау Начинал Хорошо Ладно Третьем Стихе И Пойдешь Оттуда Далее И Придешь К Дубраве Фаворской И Выстретит Тебе Там Три Человека Идущи К Богу Вифил Один Несет Трех Козлят Другой Несет Три Хлеба А Треть Несет Мех С Вином И Будут Приветствовать Они Тебе И Дадут Тебе Два Хлеба И Ты Возьмешь Из Руки Другой У них Хлеб С Вином Это Чтобы Богослужение Делать Как мы Делаем Хлеб И С Вином Но Они Дали Самуил Предсказал Они Будут Тебе Это Дать Почему Потому Что Понятно Что Саул Сейчас Представитель Божия Он Как Священник Он Не Священник Он Совсем Мирской Человек Бог Сказал Что Я Тебе Выбрал И Поэтому Я Буду Тебе Спазывать Сейчас Там Стихе И Найдет На Тебе Дух Господень И Ты Будешь Пророчествовать С ними И Сделаешься Иным Человеком Это Вот Действие Дух Господень Чтобы Сделать Иным Человеком И Это Как Я Сказал Дар Святой Дух До Сих Пор Ладно Он Пророчествовал И Это У Нас Нет Сегодня Этих Сказать Более Визуально Визуально Такие Видимо Знаков Нет Таких Нет А Действие Дух Господень До Сих Пор И О чем Это Чтобы Сделать Иным Человеком Как Того Что Саул Отошел От Бога Ну Не Значит Что Как Бог Ему Заставлял И Вот Выбора Как Нет 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 Бог Хотел Ему Спасать Видите Как Бог Ему Выбрал Потом Помазал Ильеем Который Представляет Дух Божий И Сейчас Дал Ему Дух Чтобы Сделаться Иным Человеком Это Понятия Встречаем Кремнинам Постание Павла Кремнинам Где он Тоже Объяснял Что Бог Нам Выбрал И Из-за Того Что Он Нам Выбрал Он Дал Нам Его Дух Чтобы Делаться Иным Человеком Чтобы Трансформировать И Чтобы Радикально Изменить Человеку Иним Человеком Павел Сказал Новым Человеком Помните В 2 Коринфянам 5.17 Если Человек Во Христе Через Того Что Человек Принимает Крещение Во Христе То Он Уже Новый Тварь И Все Старое Уже Не Играет Никакого Роль А Все Обновилось И Это Тот Обновление Которое Мы Сможем На самом Деле Получать Итак Видите Как Дух Господень Действовал Даже Во Время Ветхого Завета Новый Завет Мы Читаем Очень Много По Поводу Дух Господень Это Чувствовали Только По Плотскому Только По Мирскому Изменились Сейчас Они Духовные Люди Старое Когда Эти Знамения Сбудутся С Тобою Тогда Делай Что Может Рука Твоя Ибо С Тобою Бог Это Немножко Сложно Ват Понять Тогда Делай Что Может Рука Твоя Ибо С Тобою Бог Я Я Понимаю Что Он Имел В 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 А Когда Найдет На Тебе Дух Господень Если Ты Согласился Вот И Ты Ходишь С Богом Тогда Делай Для Бога Все То Что Ты Хочешь Под Своему Инициативу Потому Что С Тобою Бог Значит Что У нас Все Родного Даже У Сауна Был Какой Элемент Вибора Свободного Вибора Как Мы Будем Служить Бога А Если Мы Это Хотим Делать Ну Неважно То Что Мы Делаем Это Имел Был Благословение Божие Вот В Девятом Стихе Как Скоро Саул Обратился Чтобы Ити От Самуила Бог Дал Ему Иное Сердце Раньше Мы Как раз Прочитали Вот В Шестом Стихе И Сделаешься Иним Человеком Найдет На тебе Дух Господень И стираешься Иним Человеком В Девятом Стихе Бог Дал Ему Иное Сердце То есть Сердце Есть Человек Потому Что Как Мы Думаем Это Вот Кто Человек Это Как Человек И Поэтому О чем Мы Думаем Это Самое Главное Где Наше Сердце Когда Когда Просыпаешься Когда Лежишь Спать Когда Едешь На Транспорте Когда Уходишь По Улицу Где Сердце О чем Ты Думаешь Это Вот Самое Главное Почему Думать И мыслить По Духовному Это Самое Главное Задача Это Самое Главное Цел Я Сказал Быть Христиан Пять Десятом Стихе Когда Пришли Они По Холму Вот Встречается Им Сон Пророков И Сошел На Него Дух Божий И Он Пророчествовал Среди Них Все Знавшие Его Вчера И Третьего Дня Увидев Что Он С Пророками Пророчествует Гаврили В народе Друг Друг И Что Это Стало Со Сыном Кисовым Неужели И Сау Во Пророках И Отвечал Один Из Бывших Там И Сказал А У Тех Кто Отец Посему Вошло Пословицу Неужели И Сау Во Пророках То есть Люди Думали А Как Это Может Быть Тот Человек Вообще Не Был Духовным Человеком Даже Его Слуг Кое Что Знал Саму И Л Сау Сам Вообще Не Знал Значит Что Новый Твар Новое Творение Все Старое В Столбеке Уже Не Играется Никакого Роли Вот Чтобы Людей Смотрели На Сау А Что Случилось Неужели И Сау Во Пророках И Тот Вопрос А У Тех Кто Отец Сложно Понять Но Я Понимаю Что Они Вроде Сказали У Кого У Кого У Него Как Отец Кис Он Тоже Недуховный Человек Тот Семьё Не Очень Духовный И Есть Тех Которые Думают Что Это Просто Непросто Невозможно Быть Духовными Потому Что За Одном Плане У Них Столько Неприятностей Столько Ущерб Из-за Развода Из-за Алкоголя Из-за Разных Таких Независимостей Кажется Что Человек В психологическом Плане Духовном Плане Испорчен И Это Как-то Ремонтировать Как-то Перестроить Невозможно Иногда Мы Тоже Встречаемся С людьми И У нас Клонность Как-то Считать Что Даже Не Стоит Предлагать Евангелие К этому Человеку Потому Что Он Испорчен До Такой Степени Ну Люди Вроде Так И Думали По Поводу Сау А Дух Божий Не Имеется Таких Границ Так Как Мы Так Считаем И Радикально Ему Трансформировал Ладно Он Не Держался На Этому Это Знаем В Дальней Истории Так Как Я Видел Очень Многие Людей Которые Приняли Крещение И Видимо Что Дух Божий Действовал С ними Да Они Трансформированы И так Далее Но К сожалению Они Не Держали До Конца И Ладно Дальше Читаем Как Саул Опять Не Очень Хотел Стать Царем И Как Это Толковать Сложно Мы Сможем Сказать Что Это Смирение Это Кротость У него Или Мы Сможем Сказать Что Это Но С сожалению Уже Начинался Не Ходить На Путь Духа По-моему Это Просто Открыто Вопрос Ладно Мы Все Приняли Крещение Во Христе Мы Все Получили В этом Плане Дух Божий Бог Уже Начинал Его Действие С Нами И Как Павел Писал Холипицын Он То есть Бог Который Начинал В Тебе Его Добрые Дела Не Будет Это Оставлять Он Будет Действовать Дальше Но Это Должен Быть Нашими Согласиями Сперва Ну Это Не Вопрос Согласия Бог Просто Выбрал Саул И Вот Так С нами Бог Нам Выбрал Зачем Бог Дал Мне Дал Вам Вот Знание Ну Ну Видимо Видимо Бог Выбрал Мне Выбрал Вам И Дал Нам Его Дух Он Не Составлял Никого Чтобы Не Чтобы Попасть В Грех Нет Он Даже Хотел Спасать И Солну Ладно Иисус Умер Из-за Разных Причин Но Один Из них Это Чтобы Отдать Нам Его Дух Когда Он Умер На Кресте И Сотовало Большое Сосредоточие На Того Что Он Отдал Его Дух Его Последний Дух Он Отдал Нам К Нам Он Это Отдал Его Жизнь Его Кров Он Пролил Для Нас Не Просто Пролил А Для Нас Пролил Вот И Когда Мы Возьмем Ту Хлеб И Ту Чашу Мы Показываем Что На Сам Деле Я Открыто К Я Это Очень Даже Хочу Давай Господи Обитай Во Мне Пусть Я Буду Не Так Как Саула Пусть Я Буду Постоянно Сказать Да И Веди Меня Туда Куда Тебе Угодно И Я Как-то Согласен Вот И Фактически У нас Реально Выбора Нет Потому Что Бог Зашел В Нашу Жизнь Без Наши Приглашения Так Как Саула Не Приглашал Бог Он Зашел К Нему Это Милость Это Благодать Что Бог Дел Первый Шаг Он Дел Первый Шаг Да Но Надо Отвечать И Дальше Ну Давайте Размешиваем Немножко По Поводу Жертвопринищения Нашего Господа Иисуса И Тот Хлеб И Вино Как-то Делается Все Как-то Реально Опять В нашей Жизни В наших Представления Женя Сможешь Пожалуйста За Хлебом Да Конечно Отец Наш Небесный Ты Творец Всего Всего Того Что Мы Видим И Ты Творец И Создатель Человека По Образу И Подобь Ты Дал Нам Спаситель Через Которого Ты Дал Нам Духу Свою Для Того Чтобы Мы Обновились Вом Своем И Познали Пут Что Ты Хочешь Духу И Иисус Дав Нам Живую Надежду Ты Также Приготовил Нам Наследие В виде Своего Города Который Ты Создал Когда Творил Землю И Все Благословения Осуществляются В этом В этом Городе И Плюс К Этому Ты Садил Нас Священником Себе Иисусу Царственным Священником Спасибо Тебе За Милость Твою За Любовь Твою Ибо Ты Творишь Дела Которые Не приходят Нам И в голову И в мыслях Наших Это Раскрыл Нам Путь Свою И Хочешь Чтобы Каждый Человек Поверил В это И Был Послушным Тебе И И Исполнял Слово Твое Слышал Его И И И И Что Иисус Сказал Кто Слушает И 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 Спасибо Тебе Отец Иисуса Который Изломал Плоть Свою Мы Так же Изламываем Ее Для Греха И Не Подчиняемся Желаниям Плоти Потому Что Плоть Временная И Она И она противится Духу, ибо в этом закон греха, ибо осознаем это, закон греха и смерти мы побеждаем, как Иисус победил этот закон греха и смерти, и был воскрешен для вечной славы, так мы хотим быть воскрешены для вечной славы в Царстве Твое. Спасибо Тебе за великие обетования, за то, что Ты говоришь через пророков о Царстве Своем, и наши глаза увидят нашего Царя в красоте, и увидим небесный Иерусалим, который будет не туколебим, и который покорить к этому Иерусалиму придут все народы и пронесут славу свою. Ибо Ты сам сказал, Отец, передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус во славу Отцу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что ожидает нас в будущем, и мы с надеждой и верой и любовью от Тебя, ибо Ты дал нам ее, ожидаем пришествия нашего Спасителя, и имеем великую надежду на воскрешение из мертвых. Это его символ, его тело для нас занимает. Юра, сможешь за учащим? Интернет плохой, но попробуем. Попробуем Тебе, Отец Небесный, за Твоего Сына Иисуса Христа, который умер на кресте, пролил кровь свою, дабы мы, верующие в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. Отчистив нас от всякого греха, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам все эти обетования в будущем, которые мы верим, принимаем и ожидаем. Благослови эту чашу, которая есть символ крови Твоей пролитой на кресте. За все мы Тебя благодарим, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови эту чашу, которая есть символ крови Твоей пролитой на кресте. Мы Тебе любим, Маркуш, я с тобой готовлюсь к работе. Всем привет передаваю. Хорошо? Хорошо. Давай, я очень с вами, и будем на связи. Ну, следующую пятницу я, Бог даст, буду в Израиле. Ну, я, у нас 10 человек, кстати, покрестить. Ну, я не вижу, почему я не могу быть с вами. Я думаю, Бог даст, я с вами буду. Только в гостинице, где я вообще живу, у них очень плохой интернет, связи. Вообще в Израиле почему-то очень плохой. Я не знаю. Ну, Бог даст в следующей неделе. Бог даст, Бог даст. Мы встречаем Израиле. Дай Бог, новая семья наша прибавится. Да. Селик Христовым. Дай Бог, удачи тебе, Бог. Слава тебе, Господь Бог. Давай. Давай, с Богом. Спасибо тебе, Бога. С Богом. С Богом. Спасибо тебе. Спасибо.